вот я понимаю техноплогинг который я заслужил вилсаком сасакс манину с вами всем привет и сегодня с реакция на слизи не следано называется видео техника хорошей жизни мы все хотим жить хорошо поэтому будет это видео все вместе вы меня очень часто спрашиваете каким образом я смог добиться вот таких снегсшибательных результат на ну качка своего тела и буквально уже умоляйте раскрыть мой секрет что бодибилдер если вы не знали в этой жизни абсолютно все можно решить с помощью систематизации и точных расчетов и форма организма человека не исключение ключевую роль и в здоровом почему это спокойно на зеленого чувака с ушами эльфа почему он эльф но при этом он цвета как орк непонятно просчитанное питание главным инструментом для работы над этим будет электронная мерная ложка от компании blowjob blowjob надеюсь вы не подумаете что это реклама или другая коммерческая мерзость ведь я независимый технический специалист если знаешь что такое blowjob понимаешь что это супер посторонний самому девайсу вот это я понимаю техно блогинг который я заслужил вилсаком сосад я думаю вам долбоебом сперва нужно дать теоретическую базу спасибо большое смотрите значит украина в зависимости от того жирный он или нормальный в день достаточно определенного количества энергии мы люди прогрессивные поэтому биологический пол здесь не играет никакой роли биология катись в пизду уже и так для адекватного человека в зависимости от женщины мужчины дневной нормой может быть от двух тысяч калорий если это нормальный и до трех тысяч пятисот хрень если же исполнить 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 голоден дождь и возьмем усредненные показатели а именно 2500 калорий в день эти данные я взял какую-то сделано ссылки запроса калькулятор калорий онлайн и даже не пытался проверить потому что мне абсолютно плевать и я вообще снимаю это видео потому что я и если честно теперь перейдем самому девайс он состоит из мерного пространства телефонического дисплея а также кнопок управления включения изменения единицы измерения вместо как это записано своими руками кнопки включения качественно пригласить дисплей ложка умеет мерять в граммах или на море и обладает функцией обнуляй ну то есть если мы выдавим немного томатной пасты сюда мне нравится очень паста давить если честно и и получается около 6 игра даже казатель не так скачет потому что у меня руки сильно трясутся я очень волнуюсь это мое первое видео поддержите отпиской и вот если захочется кроме пасты измерить еще и немного интимного мыла я нажимаю на обнуляй и все показатели встают так как мне хочется не учитывая саму по факту блин они проще было весы использовать они же проще они же удобнее я понимаю что это все ради кекисов у меня весы дома классные которые уже находятся на лоза они самые дешевые взял ну выполнять свои цели на сверху на 100 процентов залупа для приколов или развлечений это настоящий инструмент для поддержания здоровой жизни я вот закупился продуктами по скидочкам и нормально не видно это здоровый образ жизни чем солнечном открытие можно сделать с этим устройством сперва пробежимся по измерению различных продуктов питания берем ложку и вот первое вещество для измерения гречка обладающая калорийностью в 320 какао и эти насыпанные 32 с хоем грамма составляет ровно 100 килокалорий то есть вот так выглядит 100 калорий в гречке если мы хотим восполнить дневной рацион одной только гречкой то это будет 25 вот таких порций как раз выйдет ежедневная норма для нормального человека но что же насчет более адекватных видов пищи скажем чипсов нормально приходится отмерять несколькими порциями и в сумме 100 калорий чипсов весит 18 с половиной грамм но и довольно калорийный с равно и количество то можно спокойно восполнить дневную норму один помидор лоховского сорта как салене принцам и кредитник как раз около 100 калорийный вещь это будет стильной пищевой ценности в 20 для получения на съемки я помню когда это очень влёкся ими а в день для выживания вашего организма потребуется сожрать целых сто двадцать пять красных пидорасов или 12 с половиной килограмм и скажите мне какой человек в здравом уме будет после этого есть овощи это же идиотизм совсем другое дело встряхнуть подсолнух и намутить себе семечек блять это оказалось что за последнее время творится почему я угадываю реально это замечал это не первый раз такая фигня на стенке очень калорийные они прям потому что то ли 500 калорий в 100 граммах всего семнадцать с половиной грамм а в день вам будет достаточно вот такого количества данного продукта между прочим сырки которые мы покупаем нашим дорогим личинусом ну знаете этим вечно кричащим залупом мелким и будущем нашей нации являются высоко калорийным продуктом и 100 калорий покрывает всего половина одного сырка но при этом заметьте семки даже калорийные 17 грамм можно позвольте с ума сойти вот 12 с половиной штук неприлично это вкусно и последним измеряемым веществом будет пиво для достижения планки в 100 калорий ему понадобилось целых 200 миллилитров а чтобы заправлять свой организм только этим топливом вам в день понадобится выпить целых пять литров пиван депл и прикиньте блин вам же наверно не видно потому что камера сверху снимает сейчас я покажу но так лучше выглядят 100 калорий пива как вы понимаете колораж разных продуктов на массу существенно различается и ключевой задачей в поддержании своей формы является правильный и точный подсчет всей потребляемой энергии что это было ужасный прочь ведь очень удобно каждый раз трястись с ложкой чтобы отмерить нужное количество еды но тогда посмотрите на это еще раз хорошенько подумайте а вот того стоит покупайте весы и на самом деле всю эту процедуру с измерить fix праздник нормально тоже только один вид пищи все он не главное необычно какая разница что ты ешь если циферки одинаковые по любому жиры белки и углеводы нахер и считать 30 грамм сахара все равно что килограмм помидор поставьте сахар для прикола иногда можно комбинировать продукты причем неважно что главное количество калорий одинаковые я вот уже как месяц сижу на следующей диете и так мне на день нужно 100 миллилитров балтики смешанных со 100 миллилитрами томатного сока воются 100 миллилитров подсолнечного масла его я тоже советую разбавлять 100 миллилитрами пива потому что так намного вкуснее и красивее. Вы только посмотрите. Это реально красивее. Вот с помощью такого интересного и разнообразного рациона я каждый день заправляю свой организм. В сумме всего 1700 калорий, что на 700 меньше моей нормы. Это для похудания получается. Вы, конечно, можете смеяться или осуждать меня сколько хотите, но с помощью этой диеты мне удалось добиться таких результатов. Не, ну, если таких, то надо пользоваться. А знаете ли вы, что если взять гречку, вот видите, я покладировал 10 грамм, и поместить ее в нагревающуюся кастрюлю с целью приготовления, то она увеличит свою массу чуть больше, чем в два раза. Из 10 грамм получился 21. Такая же операция со спагетти приведет аж к трехкратному увеличению массы. Вы наверняка спросите, а как же пельмени? Экземпляр весом в 2,4. Я такие пельмени взял! Такие маленькие, такие прикольные. Ложкой можно охотить, посразу несколько прикольно. Зарекомендовал себя несколько хуже своих калорий. Классная штука. С мазиком размешать. С мазиком, а сметанкой. То есть записи о количестве калорий в таких продуктах, которые требуют дополнительных усилий для приготовления, заведомо наебательские. И в готовом виде калорий в соотношении к массе потребления значительно меньше. Однако некоторые дурачки умудряются после этого даже жарить. Прикиньте, вот это жареный пельмень. Очень вкусный, кстати. К сожалению, его калорийность самостоятельно посчитать будет невозможна, но тема нормальная. Почему именно ложка от фирмы в blowjob? Повторюсь, это не реклама, ребят, реально, поверьте. Ну качественный продукт, сразу видно, особенно мне нравятся надписи на кнопку. Но, как видите, не в этом дело. Дело в том, что это реально хороший продукт. И я просто захотел поделиться с вами качественным blowjob. Я думаю, вы заметили потертости и царапины на корпусе данного устройства. А они присутствуют потому, что я это видео готовлю уже полгода. И все это время накапливался объективный юзер экспириенс для того, чтобы выдавить его в этом видео. Здесь техническая часть оканчивается. И теперь я покажу вам приготовление изысканного национального блюда по фирменному рецепту. Вам понадобятся... Кетчупы. Около 100 мл донорской крови. Можно, в принципе, не у себя брать. Что? Неплохо. Что это за блюдо такое? Сало, мивина. Вот это блюдо. Сперва из сала нужно вырезать герб Украины. Я предпочитаю делать это медицинским скальпелем для лучшей точности. Нихрена себе. Кстати, ребят, как вам мой маникюр? Сегодня к Семену что, забежал на ноготочки. Это его мама, что ли? Плохо вышло ебать. С этим не сильно запариваетесь. Все равно так... What the fuck? Как они это сделали? Как они это... Как этого не получилось так классно вырезать? Сердцевину оставляем, а все остальное нужно принести в жертву темным богам. А высота? Далее разламываем мивину, не открывая упаковку. Я обычно использую метод зажатия в дверном проеме. Это не принципиально, главное, чтобы на выходе получилась такая субстанция, которая послужит панировкой. Нужно смешать мивину примерно с 20 граммами муки, а также одним желтком. К уже перемешанным ингредиентам добавляем незагустевшую кровь и мешаем с меньшей силой до появления розоватого оттенка. Блин, это как-то тошнотик, блин. Обязательно не забудьте вставить герб внутрь так, чтобы жижообразная масса полностью его покрыла. Если пропустить данный этап, то ничего не получится. Теперь нужно поставить это все в микроволновку на средней мощности на 10 минут. Блин, а что-то микроволновка у него модная. По истечению времени на выходе вас будет ожидать готовая котлета по киеву. Только вот после субстанции. Окей, окей. Что национальное блюдо такое? Так вот, как она готовится. Просто промойте ее под водой, с мылом желательно. Люблю, блядь, еду мыло мыть. Зато еда не жирная, и руки пачкаться не будет. Лайфхак. Вот так вот, если тщательно следить за своим раствором, можно спасти себя и свое тело, под проблем со здоровьем. И здесь уж точно не нужно... Фу, блядь, это блевотина, простите. ...современные технологические решения. Это конец уже? У меня же не конец. Ну вот, ссылок никаких я оставлять не буду, кому надо, тот сам в интернетах найдет, это очень легко. А, короче, можно еще сказать, что несколько месяцев назад я снялся в мюзик-видео у каких-то рокеров. Ну как снялся? Так что очень советую. А с вами мы увидимся через неделю в новом кулинарном видео. До встречи. Хе-хе-хе. Хе-хе. Где-то вы его увидите. Также не забывайте, что можете еще подписаться на меня, если вам нравятся реакции на слизи меня, слиданное и так далее. Вот так вот. Я с вами прощаюсь. Всем удачки. Всем пока. Пау. Субтитры сделал DimaTorzok